Вся культура построена на том, что надо просто быть счастливым. Не сдавать экзамены в жизни, не работать над собой. Вот где нас учили работать над собой? Нас в школе учили ли работать над собой? Нет, нас учили математики, физики, иностранному языку. Но работать над собой никто не учил. Никто нас не учил просить прощения, прощать. Никто не учил раскаиваться. Никто не учил желать всем счастья. Почему нас этому не учат? Потому что сам корень культуры, корень, то есть люди образованные, ученые, правительство, не говорю про Латвию, про весь мир говорю, про весь мир сейчас говорю. Все эти люди образованные, очень глубоко понимающие, как надо жить, они считают, что прощение, или когда ты прощаешь или просишь прощения, когда ты желаешь всем счастья, это не улучшает судьбу. Больше всего они считают, улучшает судьбу, возможность иметь хорошие деньги, хорошее положение в обществе, и, соответственно, это дает хорошую квартиру, хорошую машину, землю, жизнь на природе, правильное, хорошее питание, хорошими продуктами и так далее. Но все остальные блага человек получает просто потому, что у него есть хорошая зарплата и хорошее положение в обществе, что одно с другим тесно связано. Поэтому вся культура человеческая направлена на то, чтобы в основном 90% своего времени в жизни тратить на зарплату и на повышение своего положения в обществе. Все. Такова философия жизни, в которой мы сейчас живем. Что эта философия делает с человеком? Так как человек счастье испытывает внутри себя, в своем сердце, в сердце, а этого не знает современная культура. Поэтому внешние вот эти все вещи, которые якобы должны приносить счастье, по факту, столько счастья и удовлетворения не приносят, сколько хотелось бы. Потому что, смотрите, основная проблема человеческой жизни — это отношения. Отношения с детьми, страдания неимоверные приносят человеку. Отношения с супругом, страдания неимоверные. Отношения в коллективе, страдания неимоверные. Очень много страданий у человека просто от того, что у него тяжелые отношения. Причина тяжелых отношений заключается в том, что силы вкладываются не туда. Человек тратит свою энергию, свое время для того, чтобы развиваться в обществе, в бизнесе и в социальном положении своем. Я вам приведу пример своей жизни сейчас. Это самый классный пример приводить в свою жизнь. Никто не сможет поспорить. Пример моей жизни такой. Я никогда не развивался в социуме, никогда не тратил на это время на развитие в социуме. И никогда не беспокоился о том, чтобы зарабатывать деньги. Да, я закончил институт. Я продал свою квартиру. Нас было 9 человек. Мы уволились все с работы и поехали на турбазу возле Тольятти. Лечить людей, заботиться о людях. Нас взяли как бы работать туда. И мы начали там помогать людям просто. И все, просто работать. Уже в это время мы поняли, что мы очень любим друг друга. И нам хочется быть вместе. Нам хочется быть счастливыми, живя на природе, леча людей. Заботьтесь обо всех вокруг. Смотрите, что мы получили. Мы стали дикарями. То есть мы в социальном плане стали совершенно... У меня было хорошее положение в институте. Зав. кафедра кожной болезни был моим лучшим другом. Он был сыном... Тогда управляла партия же всем. И он был сыном секретаря коммунистической организации. Он был его сыном, и поэтому он был фактически могущественнейшей личностью. Он был моим другом. Мы с ним вместе ходили купаться в прорубь зимой. Все как бы предвещало успех в жизни. Ну, то есть все как бы схвачено. Что еще нужно? Все классно. Я сердцем почувствовал, что я куда-то не туда иду. Я все это бросил. Неожиданно для всех. Все это бросил. И поехал просто дикарем жить. Какую-то турбазу там. Еще девять человек сбил с толку. Так началась моя судьба. И как только я так поступил, сразу проблема с деньгами закончилась. Деньги всегда были в жизни. Вот сколько надо, столько было. Почему? Потому что когда человек живет для Бога, то Бог живет для него. Понимаете, карма заканчивается на этом. Я никогда не беспокоился о деньгах. О пациентах тоже всегда люди хотели лечиться, приезжали всегда сами. Не было проблем никаких. Мы работали над собой. Мы работали над собой. Людей учили работать над собой. Постепенно лекции начали распространяться. Сначала по области. Я читал лекции в Самаре, в Тольятти. Потом они пошли в другие города. Меня начали приглашать. Ближайшее в Саратов поехал лекции читать недалеко от Тольятти. И так больше, шире, 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 шире. По всей земле. Сейчас лекции уже слушают везде. Где русские есть, там везде слушают. И у меня появились знакомые в правительстве, в России. Среди очень серьезных ученых. Знакомые. Статус в обществе сам. Видите? Повысился просто потому, что я служу людям. Я ничего не делаю, кроме этого. Я не выступаю на каких конференциях. Ни ученые свое имя научное не утверждаю. Иногда я в Москве принимал участие в передачах, в которых были главный врач страны, главный диетолог страны, еще пару таких же человек. И я. И когда меня объявляют, доктор Олег Татсуновус. И я спорю там с этими врачами по поводу мяса. Всем как-то смешно становится. Как это так? Он что-то спорит. Вообще, кто он такой? Но все слушают, видят, что есть смысл в этих словах. Видите? Пример очень простой. Положение в обществе человека определяется его развитием внутренним. Чем человек больше развит внутренне, тем выше положение в обществе он занимает. Это само собой происходит. Об этом не надо беспокоиться. Допустим, у человека по природе бизнесмен. Если он работает над собой, молитву совершает, учится прощать, просить прощения, учится честные отношения устанавливать с людьми. Его бизнес начинает расти. Почему? Потому что он очищает свое сознание и видит, с кем заключать делки, с кем не заключать. Кто его обманет, кто не обманет. Он способен держать свое слово. Он способен правильно вкладывать деньги. Потому что развитие означает интуиция, означает увеличение качеств, которые привлекают человека. Вот, допустим, в один хлебный магазин заходишь, хлеб хочется покупать, а в другой заходишь не хочется. В чем причина, в чем разница? Развитие старшего. Вот тот, кто там возглавляет этот хлебный магазин, он устанавливает отношения в этом хлебном магазине. Отношения с окружающими людьми, своими сотрудниками. Если старший развиты как личность, то он создает любовные отношения с людьми. Эти любовные отношения проникают во все продукты. Человек заходит в магазин, ему хочется там покупать. В результате увеличивается оборот. У меня один человек рассказал, как он бизнес делает. Он говорит, я торгую компьютерами, у меня фирма, компьютерная фирма. Я просто включаю ваши лекции громко в этом магазине, где продаются компьютеры. И там куча, там это в Москве, сотни магазинов вокруг компьютерных. У него продажи летят просто, компьютеры улетают. Везде в остальных местах нет продаж, мало. Люди просто идут на сердце, на сердце идут. Они чувствуют, здесь что-то хорошее, раз, 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 покупают. Они сами не знают, почему так происходит. Когда атмосфера хорошая, все продается. Видите, то есть это веды объясняют, что человеку не надо беспокоиться о том, что у него нет денег. Надо беспокоиться о том, почему нет денег. Нет денег, потому что ты недоразвитый человек. У тебя нет внутренних качеств таких, чтобы тебя взяли на работу с удовольствием. Есть такие люди, которые, если он увольняет, все плачут. Мы хотим, чтобы ты был с нами, потому что такой человек хороший, что вот мы потеряли, люди просто в трауре, что он увольняется с работы. Он всем нужен такой человек. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Но в это надо вкладывать силы, силы. И именно эти же силы, которые вкладываются в самосовершенствование, они дают результат в семейной жизни. Вот женщина это поняла, видите? И она по судьбе, вот я вижу, должна была пять лет назад уже разойти с своим мужем. Она не разошлась. То есть она победила уже судьбу, семья была сохранена. И теперь она говорит, как сделать так, чтобы мы счастливы теперь стали, чтобы у нас дети появились. Видите, я уже ответил ей на вопрос, нужно лечиться. И сказал, где? Это уже опять победа над судьбой. Теперь, как сделать так, чтобы муж поехал лечиться? Я сейчас вам это объясню. Это касается всех нас. Вот смотрите, как люди в основном пытаются бороться со своей судьбой. Смотрите, как они это делают. Большинство людей, внимательно слушайте меня. Сейчас мы сделаем, приведем аналогию. Вот комната, да, комната, вся воняет. Вся воняет комната, в которой я живу, допустим, да? Вся воняет. Эта вонь создает плохое настроение. Плохое настроение приводит к тому, что я ругаюсь с близкими людьми. Я иду к психологам, и они мне объясняют, как сделать так, чтобы не ругаться. Я прихожу домой, выполняю рекомендации этих психологов, но так как вонь от комнаты идет, она воняет, настроение портится, и в результате я опять ругаюсь. Почему? Потому что у меня нет силы не ругаться. Эти рекомендации я выполняю у психологов, но нет сил не ругаться. Почему нет сил? Потому что я живу в воне. Я живу в атмосфере, в которой невозможно не ругаться. В атмосфере я живу в такой, понимаете? Веды говорят, что главная причина, которая вызывает страдания человеческие, нами даже не анализируется в жизни. Главная причина заключается в том, что сама атмосфера, в которой мы живем, так воняет, что она не дает возможности просто строить нормальные отношения. Не дает такой возможности. Вот, допустим, люди спрашивают, почему мой муж изменил мне? А ты вот просто посмотри, где ты с ним жила вместе, где ты с ним жила? Ты с ним жила в той системе, в которой изменять нормально? Твой муж считает, что почему красивые девушки ходят мимо него? Почему он не может с ними позаниматься сексом, как это делают, допустим, его друзья? А друзья это делают? Больше того, элита общества, элита, элита нашего общества, я вам говорю, не от себя, а от супруги элитного человека. Ко мне подошла одна женщина после моих лекций в Москве и говорит, послушайте, Олег Геннадьевич, вы, может быть, не в курсе, я вам сейчас объясню. Вот если ты хочешь делать топовый бизнес, в котором большие деньги крутятся, тебе надо подписывать договор в бане. Знаете, что такое бане? Там, где моются. Пьют пиво и занимаются сексом с проститутками. Понимаете, тебе надо подписывать договор в бане, чтобы иметь близкие отношения с этим человеком. Он в бане находится, ты тоже должен быть в бане, и ты там должен заниматься сексом, потому что все там это делают. Я думаю, что у вас не так, у вас Латвия более культурная страна. Или так? Ну, какие-то другие проблемы есть. Видите, сама верхушка общества, она диктует определенные правила жизни. То есть потому что у них нет правильного понимания, как жить. Они, вот понимаете, если сами люди, лидеры общества, для них разврат, то есть жить, ну пойти просто сексом позаниматься с какой-то там женщиной, нормально, нормально. Его если спросить, твоя жена счастлива? Он скажет, конечно, я ей столько денег приношу, чего же она несчастна? Она счастлива. Если его спросить, она тебе тоже изменяет? Нет, он скажет, если она изменит, ей капец. Я ее сразу вытурю, денег у ней не будет, поэтому она не может мне изменять. Но это что за жизнь тогда? Смотрите, если ты сам изменяешь, почему ей тогда не поизменять? Если это нормально, Лев Толстой говорил, если ты хочешь что-то сделать для другого человека, сначала подумай, как это будет для тебя, а потом уже делать для другого. И это будет правильно тогда в этом случае. Но он считает, что жена не может изменять. Это я могу изменять? Да? Она тоже считает, что нормально. Ну, кстати, вот жена изменяет. Попробуйте ей поизменять. Ей понравится, нет? Понравится? Она может сказать, да изменяй, нет проблем. Но если вы ей начнете изменять, ей это в сердце не понравится. И она подумает, я и так скотина с тобой живу, мучаюсь, а ты еще изменять мне начал. Ну, тогда вообще я пошел вон. А вообще семья развалится. Почему так происходит? Потому что у нас нет знания. Вот, допустим, что значит измена, почему это плохо? Мы не знаем. Сейчас объясню. Смотрите, у человека есть глубокие отношения со всеми родственниками в сердце. Человек пошел, сексом позанимался с другой женщиной, не со своей женой. У него установились глубокие отношения с этой женщиной также. И часть энергии любви идет уже туда. Жене в два раза меньше, а то и в три. В зависимости от того, насколько глубокие отношения у него с женой и с любовницей. Ну, то есть она не чувствует счастья уже рядом с ним, как раньше, хотя и не знает почему. Она начинает догадываться почему. Очень несложно догадываться, потому что человек меняется в поведении. Изменил близкому человеку, поменялся в поведении сразу. Нет близких отношений. Теперь сразу возникает вопрос, а почему же все-таки изменил? В чем причина? А причина заключается в том, что люди не понимают, где больше счастья, где меньше. Возникает вопрос, почему он со мной-то сексом не хочет заниматься? Ответ очень простой. А потому что сексом вот с одним человеком заниматься так же хорошо долго нельзя. Он надоедает. Так же, как любое материальное, мед, допустим, один и тот же ешь, хоть самый вкусный, надоест. Так и жена. Женой сексом занимаешься с одной и той же. Постепенно утрачивается тот вкус, который раньше был. Нет уже такого удовольствия, как раньше. Кто со мной не согласен, поднимите руку. Все согласны. Никто не поднял. Может, один все-таки поднял бы. Кто-то один. Нет, никто не поднял. Все согласны. Вот поэтому и идет, и изменяет. По этому причине. Потому что мы понимаем под любовью секс. Мы думаем, что это и есть любовь в семейной жизни. Главное в семейной жизни — это секс. Так говорят психологи современные. Все говорят, секс — это основа. Чего бы кто ни говорил, секс — это основа жизни. Секса нет хорошего. Значит, семья развалится. Поэтому тебе нужен секс. Если ты с женой не можешь чувствовать счастье в сексе, иди и его получи где-то в другом месте. Потому что иначе ты все равно развалишь семью. Ты хоть просто поддерживай себя, получи секс свой в другом месте, и тебе будет легче жить уже с женой. Потому что ты удовлетворишь свое желание. Такова философия. Основанная на чем? На том, что секс — это корень счастья. Это основа жизни. Но веды говорят, что основа счастья находится внутри сердца. Что люди именно сердечные отношения приносят счастье больше всего. Что вот это сердечные отношения означает верность, означает чистота в отношениях, честность. Когда ты, допустим, с сексом ходишь к другому мужчине, а своему мужу потом улыбаешься, вот так делаешь вид, что все нормально. В этом есть честность или нет? Нет честности. Это означает, что нет и любви также. Нет любви, нет гармонии, нет чистоты. Все. Нет счастья, понимаете? Люди просто мучаются, друг с другом живут. Почему так происходит? А потому что они просто не понимают, в чем счастье. Они думают, что счастье в сексе, а счастье-то не в сексе. Счастье в сердечных отношениях, понимаете, вот в этих вот. Глубоких, чистых и честных отношениях, в котором ты просто вспоминаешь близкого человека, у тебя светлая память о нем в сердце стоит все время. Ну уж, Господи, какой человек мне хороший в жизни достался. У вас сразу у многих возникла мысль, Олег Геннадьевич, а мне нехороший достался. Как же мне тогда быть? А я вам сейчас объясню. А вот все люди одинаково светлые в сердце своем. Одинаково светлые. Есть такой анекдот. Лягушка подскакала к зайчику, и ему говорит, «Ты что думаешь, я скользкая и вонючая, да? Нет, я такая сейчас, потому что я болею, а на самом деле я мягкая и пушистая». Она зайчику лягушка говорит. Понятно, да? Смысл анекдота поняли? Что человек по природе мягкий и пушистый в сердце любой. Почему же он сейчас скользкий и вонючий? Почему муж изменяет? Почему муж изменяет? Почему он курит траву? А потому что двух вещей ему в жизни не хватает. Первая вещь, которая зависит от жены, атмосфера, в которой живет семья. Меняется, если хотя бы один человек в семье начинает менять эту атмосферу. Вот смотрите, когда солнце восходит, много темноты остается. Темнота может быть где-то в подвалах, в закутках, тень, дерево может давать, но в основном все светло. Так? Человек, когда дома начинает заниматься духовной практикой, духовная практика означает энергия любви. Духовная практика не означает фанатизм, тупость, какие-то правила глупые. Это не духовная практика. Духовная практика означает только одну вещь. Культивирование чистой, глубокой любви и святости в своем сердце. Вот эту чистоту человек культивирует. Он почему к святому человеку обращается? Чтобы пропитаться чистотой. Понимаете? Он внутренние, сердечные отношения строит. Что значит строить внутренние отношения? Это значит не бла-бла делать и не фильм смотреть, а сидеть и молиться. потому что есть два типа действий у человека в жизни. Одно действие. Я просто потребитель. Нас сделали роботами. Не надо смотреть эти фильмы, терминаторы всякие там, где люди становятся роботами. Мы уже роботы все. Потому что кто такой не робот? Не робот — это человек, который может действовать. Что такое действие? Это продуцировать из себя энергию любви. Это можно делать только с помощью внутренней жизни. Это молитва. Это пожелание всем счастья. Это раскаяние. Просение прощения. Чем мы занимаемся 90% времени? Мы потребляем энергию любви. Нас развлекают. Мы смотрим фильмы. Смотрим, читаем книги. Мы постоянно развлекаемся. То есть получаем энергию любви. Получаем. Получаем и получаем. Когда жена приходит домой, она чего хочет? Чтоб муж относился к ней хорошо. Муж чего хочет? Совсем противоположного. Он хочет, чтоб жена к нему хорошо относилась. Видите, противоположные вещи. Для того, чтобы хорошо относиться к человеку, надо продуцировать энергию любви. Но мы не привыкли это делать. Мы все время потребляем ее. Мы не продуцируем ничего. Женщина говорит, вот когда ты меня любить будешь, тогда я тоже к тебе буду хорошо относиться. Но это означает отражение. То есть она ему говорит, когда свет, ты мне свет дашь, в меня направишь свой свет, тогда я отражу тебе тоже свет. Но это означает потребительское настроение. А он говорит, нет, сначала ты. Тоже потребительский настрой. Все. И поэтому они ругаются. Почему люди ругаются? Потому что никто не производит свет. Энергию любви никто не производит. Все потребляют ее только. Она производится как? Что это за беседа такая? Ставим изображение святого человека и молимся ему. Я хочу тебе служить. Мне надоело думать о своих проблемах. Смотрите, люди в основном как живут. Олег Геннадьевич был задан вопрос. Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы у меня было все хорошо? Вот все записки об этом же. Это капкан. Пока человек направляет на себя внимание, фокус внимания, как сделать так, чтобы в моей семье все было хорошо, как сделать так, чтобы у меня было все хорошо. Это темный колодец, из которого нет выхода, веды говорят. Раньше в Индии, знаете, как было? Колодцы рыли, там вода была. И иногда колодцы инфицировались бактериями. Тогда эти колодцы забывали, перестали о них заботиться. Эти колодцы зарастали травой. И человек, допустим, не знает, что там колодец, спутник какой-то идет по пересеченной местности. Наступает на эту траву, она рвется, и он бул-тых в этот колодец. Смотрите, ситуация какая. Сверху трава, он кричит, никто не слышит, потому что звук не проходит. Он сам выбраться не может, потому что глубоко. Все ему капец. Вариантов выбраться нет. Все. Медленная, мучительная смерть. И вот веды сравнивают жизнь человека, семейную жизнь, в которой он думает только о том, как ему перестать страдать, беспокоиться о своей жизни, сравнивается с темным колодцем, поросшим травой. Выхода нет. Потому что энергия зациклена. Смотрите, если человек перестал думать о себе, он заботится, заботится, заботится о ком-то, то смотрите, энергия любви начинает двигаться. Замкнутое пространство. Понимаете, мы все связаны с родственниками. Мы вчера как говорили, что такое карма? Мы все повязаны. Мне хуже стало, я тяну у всех энергию. Всем, если вместе хуже стало, нам конец, мы все падаем вместе. Почему? Потому что негде брать силы. Люди повязаны, родственники повязаны в корне сердца друг с другом. Почему вот женщина так сильно беспокоится, что у нее с мужем проблемы? А потому что она страдает от этих проблем точно так же, как он. Только он страдает по доброй воле и сам не понимает этого. Она страдает по злой воле. Причина страданий такая. Смотрите, внимательно слушайте меня сейчас. Она что хочет, эта женщина? Она хочет, чтобы и у ней улучшились отношения в семье. Это означает, что они никогда не улучшатся. Все. Потому что человек должен отвлечься, найти силы, отвлечься от своей проблемы и начать служить энергии счастья. Служение энергии счастья означает молитва святому человеку. Допустим, или чтение духовной книги, или ходить в храм на службы духовные, или совершать пост не для того, чтобы мое здоровье поправилось, а для Бога это делать. Опять, видите, мы отношения. Мы говорим об отношениях с Богом. Не с мужем, не с детьми. Отношения не с самим собой, а с Богом. Да, человек начинает строить с божественным отношениям. Что происходит? Он наполняется этим нектаром любви. Нектар любви распределяется по всем родственникам. В квартире вместо вони возникает вот эта энергия чистоты. В результате родственникам становится легче, они начинают меньше ругаться. И что больше делать? Соображать. Потому что когда люди страдают от этой вони, которая накопилась, называется осквернённая жизнь или жизнь в этом тёмном колодце. Люди почему в этом тёмном колодце живут? Они постоянно думают только о своих проблемах, о себе. Их психическая энергия зациклена внутри этого колодца, и выхода нет. Понимаете? Когда человек меняет, и всё это из-за этой культуры, в которой мы живём. Культура куда нас движет? Наслаждай самого себя, развивай самого себя, зарабатывай деньги, делай всё для себя, для своей семьи, всё хорошо, и ты будешь счастлив. Это культура, в которой мы приняли, мы приняли такую жизнь и думаем, что всё будет хорошо. И ничего хорошего не будет. Это уже в священных писаниях написано. Результат уже описан. Что человек будет страдать всё больше и больше, пока ему не надоест так жить. Хоть богатый ты, хоть бедный, не имеет значения. Чем богаче, тем больше у тебя шансов изменять близким, делать глупости. Почему? Потому что богатому всё это позволено. Богатый человек даже убить может человека, и его никто не посадит в тюрьму. Он откупится просто, и всё. В Москве был случай, один сын очень влиятельного человека, просто на улице, в него врезалась машина, ну, дорогую машину, он просто вышел из пистолета, расстрелял этого человека. Вот так вот. И он не сел в тюрьму. Понимаете, это реальный факт. То есть человек богатый, он не садится в тюрьму. Он может делать всё, что угодно. И он думает, что это и есть счастье. Хочу, изменяю. Хочу, убиваю. Хочу, ещё что-то делаю. Это и есть счастье. Ничего подобного. Это каббала. Потому что чем больше ты так живёшь, тем меньше энергии любви остаётся в твоём сердце, тем меньше счастья остаётся. Всё. Внешне ты крутой. Ты делаешь крутой вид, но внутри ничего нет. Хоть какой вид делай. Понимаете? Выход только один. Когда человек начинает освещать свою жизнь, то в квартире, вот в том месте, где он живёт, а также в отношениях с родственниками, постепенно наступает благодать. Он не думает о том, любят его родственники или нет, мучают они его или нет. Это нормально, что нас мучают, понимаете? Потому что этот мир из этого весь соткан. Женщина, она так устроена психически, что если нет энергии счастья, она будет мучить мужчину. Если у мужчины нет энергии счастья внутри, то он будет мучить женщину, потому что они имеют противоположную природу. они друг с другом несовместимы по факту. Женщина очень чувствительна, мужчина грубый. Женщина воспринимает слова, мужчина поступки и так далее. То есть очень всё разное, всё наоборот. У женщины одни интересы, внутренние у мужчин совсем другие. Вот чем они пересекаются? Только наслаждением. Вот почему они вместе живут? Потому что они наслаждают друг друга. У них им можно сексом позаниматься, это очень приятно. Они могут, допустим, вместе детей изучать, тоже очень классно, приятно. Они могут вместе поцеловаться там и всё прочее. Видите, они живут только для наслаждения. Но веды говорят, у каждого человека в семейной жизни наступит момент, когда наслаждение закончится. Не будет приятно целоваться с женой, сексом, не будет приятно с ней заниматься. Обязательно у каждого человека такой момент наступит в личной жизни. Обязательно. Потому что, смотрите, счастье и страдания меняют друг друга в жизни человека. Всё это идёт волной. Вот так меняется то туда, то сюда. И ничего с этим сделать невозможно. Когда у тебя было много счастья, скоро будет наоборот. И когда заканчивается энергия счастья, поступать в отношения заканчивает, то женщина и мужчина естественным образом, так как они были счастливы вместе, естественным образом, они естественным образом вместе находясь, начинают страдать. Женщина постоянно, мужчина раздражает, женщина постоянно раздражается мужчиной. То есть они мучают друг друга. Просто мучают. И они думают, зачем нам тогда вместе жить? Надо найти другого человека, с которым ты будешь на волне. Вот смотрите, ты на волне, на волне, на волне, потом оп, под волну пошёл. Надо жить с другим человеком. Разводимся. Опять на волну попадаем. Опять на волне пожили. Опять раз, развелись. И люди не доходят до глубоких отношений. Есть такая психолог, американская психолог, Алёшина. Американская психолог Алёшина. Она взяла и исследовала семейные отношения. Да, есть ещё такой американский другой психолог, Бандура. То есть очень много таких американских психологов сейчас. Алёшина, Бандура там. И так далее. Она взяла и исследовала семейные отношения и заметила, что семейные отношения строятся буквой В. Буквой В. Смотрите. Сначала счастье возрастает. Первые три года. Потом, в течение где-то восьми лет ещё, до 12-14 лет совместной жизни, постепенно счастье тает. Потом, когда люди поменяли своё восприятие мира, видите, семейная жизнь предназначена для экзамена, они уже перестали пытаться друг другом наслаждаться. Они начали жить духовной жизнью, начали работать над собой, прощать, просить вращения, не трогать близкого человека, привыкать к его характеру, терпеть его и не обращать внимания на то, что он приносит беспокойство. Нижняя часть буквы В. И потом пошло вверх. Выше, 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 выше. А потом помирать. Нормально. Ну, помирать уже. Всё нормально. И вот поэтому и поётся в песне «Серебряные свадьбы, негаснущий костёр, серебряные свадьбы, душевный разговор». Понимаете, люди добивались вот этой возможности быть счастливыми вместе через то, что они просто не расходились. Они доходили до вот этого пика нижнего и потом оп, вверх пошло. Неожиданно. Люди думают, невозможно с этим человеком жить вообще. Потом бац, пошло вверх. Почему? Смотрите, есть три стадии любви. Первая стадия. Надо привыкнуть к недостаткам близкого человека. Это значит, ты уже начал дарить любовь ему настоящую. Не сексом с ним заниматься, не наслаждаться, не в щёчки друг друга целовать, а дарить любовь. Не брать любовь, а дарить. Попытайтесь понять разницу. Просто привык к человеку. Как определить, что мы привыкли друг к другу? Мы принимаем недостатки друг друга. Как это определить? Очень простой способ. Смотрите, если я иду домой и мне спокойно, я иду домой ни на руга, ни на нервотрёпку, а я иду домой, потому что я там отдыхаю дома, отдыхаю, значит, я уже принял близкого человека. Я с ним не воюю за свои права наслаждаться его присутствием, а отдыхаю просто дома. Почему отдыхаю? Потому что я знаю все его недостатки, и это нормально. Человек ко всему привыкает. Привык к этому, и к этому привык, и к этому привык. И нормально. Вот как женщина в записке говорит, я и это уже приняла от него, и это. И он траву курит там и пьёт. Ну, хороший человек. Женщина думает, ну, почему, Олег Геннадьевич, почему эти мужчины такие козлы? Они курят и пьют, изменяют. Может, их поперестрелять всех? Женщины вот хотят такие вопросы мне на лекцию задать. Хотите, я вам отвечу на этот вопрос? Потому что именно в семейной жизни женщине больше надо отрабатывать карму. Женщина в личной жизни больше получает счастье, и она же в личной жизни больше получает страдания. Женщина больше живёт личной жизнью, а мужчина живёт больше общественной жизнью. Поэтому мужчина может такой же вопрос задать. Олег Геннадьевич, почему начальники такие козлы? Почему государство такое скотское? У него другая проблема, понимаете, у мужчины. И какой ответ? Вот почему же мужчины такие плохие у нас? Ответ очень простой. Для вас, женщины, для вашей судьбы. Бог делает всё для нас так, чтобы мы могли развиваться в этой жизни. Если женщина больше счастья получает с отличной жизнью, значит, она получает мужа, который будет пить, курить, изменять, мучить её. Но если она сдаст свой экзамен, он перестанет пить, курить, изменять. Естественным образом. Потому что, когда мужчина начинает жить в чистой среде, в доме, там, где поклоняется Богу, там, где есть алтарь, ему уже очень трудно так жить. Понимаете? Или Бог, или Дух в доме. Они вместе ужиться не могут. Смотрите, если мужчина, который любит выпивать, приходит в дом, в котором очень интенсивно поклоняются Богу, Дух не может там нормально жить уже в его голове. Ему приходится сматываться оттуда. Как только Дух сматывается от мужчины, из его головы, что происходит? У него раскаяние в сердце. Он говорит жене, дурак такой, я пью постоянно, я не хочу так пить больше, помоги мне. Он раскаиваться начинает. Почему он раскаивается? Потому что атмосфера в комнате, в квартире поменялась. Она стала более чистой, атмосфера. Сильной стала, и у него в сердце раскаяние пошло. Вы говорите, ничего с моим мужем нельзя сделать. Он упертый, как баран, он все равно будет пить, все равно будет травку курить. Ничего подобного. все зависит от силы, в которой... Может человек пить, курить и в храме жить одновременно, в храме Божьем? А? Может? С трудом-с. С трудом-с. Вы просто не имеете опыта. Я имею опыт. Я жил в монастырях разных и видел, как люди, которые хотят жить греховной жизнью, там мучаются. и мучаются. Да, это факт. То есть, он приходит в монастырь, у него есть эти привычки, но так как он не может уже нормально там со своими привычками существовать, ему приходится скрываться от людей, его совесть мучает, и в конце концов эти привычки заканчиваются. Понимаете? Там уже так не поживешь. К жене пришел, выпил, никто тебе ничего не сделает, что хочешь, там хоть без трусов входи в доме. Никто ничего не сделает, все, это мой дом, что хочу, то и делать здесь. Хочу расплавие половые извращения, пожалуйста, это мой дом, моя жена. Понимаете? Женщина начала заниматься духовной практикой, все, когда алтарь в доме стоит, уже так не поживешь. Перед алтарем без трусов уже ходить невозможно. Чистая среда, понимаете, он заходит в эту комнату, алтарь, без трусов, раз, у нее естественная реакция, он прячет и бежит оттуда. Бог же смотрит на это все. Видите, когда человек начинает с Богом жить в сердце, у него совсем другая жизнь. То есть, вы спрашиваете, где взять силы? Вот ответ, где брать силы. Духовной жизни брать силы. Но видите, духовная жизнь же не дешевая вещь. Это уже нас развлекать-то никто не будет. Понимаете, никто Олег Геннадьевич вот так вот оп, не сделает, семья лучше не станет. Понимаете, ведь люди как хотят, чтобы Олег Геннадьевич что-то сказал, мне лучше стало. как есть такой анекдот, говорит, доктор, спасибо вам большое. Я как эту стеклянную палочку под мышку ставлю, сразу лучше становится. Смешно, но так вот мы живем. Проблема только в одном, мы не привыкли изменять судьбу. Вся культура направлена на потребление. Мы оправдываем себя, говорим, а мне Олег Геннадьевич некогда по утрам молиться. Хорошо, я сейчас разобью ваш довод в секунду. Очень просто, смотрите, если вы влюбились, у вас весь день занят, с утра до вечера, найдете время на свидание или нет? Конечно, само собой. Так вот, влюбитесь в святого человека, влюбитесь в служение святости, влюбитесь в это, в то, что надо влюбляться на самом деле. Молитесь в сердце своем с радостью. Каждый день с радостью молитесь заново. Конечно, сразу не будь с радостью, надо стараться. Вы скажете, Олег Геннадьевич, мне не нравится молиться. Что, себя заставлять? Да, себя заставлять. Люди, когда пить начинают, они сначала себя заставляют. Мучаются сначала, а потом пошло. Что вы думаете, в духовной жизни не так? то же самое. Сначала мучаешься, потом пошло. Больше, правда, мучиться надо. Ну, ничего. Если в семейной жизни не планируют детей, то как часто заниматься сексом? Вы сказали мне, просто объясняют, что при сексе идет обмен плохой кармой, но без секса тоже нельзя. честный человек спрашивает, что вы смеетесь. Какие действия в сексе оскверняют тело? Какие действия в сексе оскверняют? Ну, вот все действия в сексе оскверняют. А, вот о чем. Вот что, как бы, надо как-то писать, вот я, что-то мне трудно понять. Вот что, как бы, опаснее для судьбы, когда ты аборты делаешь или когда предохраняешься? Тишина в студии, все замерли. Важный вопрос. Сейчас будем объяснять, изучать эту тему. Что говорят веды по этому поводу? Вот смотрите, у человека энергия может идти вверх, к высшей любви, вверх. Если она не идет вверх, то куда она идет? Вниз. Сколько нужно секса в семье? Некоторые люди думают, что без секса жить невозможно в семье, невозможно быть счастливым без секса. А не настолько сильно въелось это в психику, что я вам не буду говорить про свою жизнь с женой, свои отношения. Не буду, потому что, если я скажу об этом, то вы, блин, может он импотент? У вас сразу закладется подозрение. Скажут, так, что-то не то. Почему? Потому что люди не понимают, что бывает так, что счастья очень много без секса. Нет опыта. Понимаете? Люди думают, что вот счастье в семейной жизни это только секс. Это признак невежества. Неправильное представление о том, что такое семейная жизнь вообще. Неправильное представление. Поэтому, Олег Геннадьевич, вот вы как бы хотите нас замучить, без счастья вы хотите сделать нашу семью, без секса, без счастья, Олег Геннадьевич. Ну, вы поймите такую вещь. Люди же не могут все время мучиться. Им надо же иногда быть счастливыми. Вопрос мне вот такой. Олег Геннадьевич, поймите, что без секса же нельзя жить. Нужно же иногда счастье получать в жизни. И почему-то вот Бог скотина так сделал, что мы как этим просто сексом заниматься, а в это время зачатие почему-то происходит. Не планируем как бы это дело. А потом аборты делать нельзя и предохраняться тоже нельзя. Что за свинство вообще? Мы хотим любить друг друга. Нам не дают. Ни Олег Геннадьевич, ни Бог. Как Олег Геннадьевич не дает? Он ругается по поводу секса постоянно. Как Бог не дает? Не дает нормально сексом заниматься? Смотрите, нельзя семя как бы отдал в матку, может быть зачатие опасно. Если предохраняемся, тоже грех. Ну что за свинство такое вообще? Что за жизнь устроили? Гады! А вот как вы думаете, для чего такую жизнь устроили? А для того, чтобы мы научились понимать, что задумка другая, что задумка наоборот, стараться больше духовно любить друг друга с помощью пожелания счастья, служения бескорыстного друг друга, развивать вот эти высшие отношения в семье и делать, и они дают реальное счастье людям, понимаете, огромнейшее счастье. Ведах даже говорится, что если мужчина и женщина вместе так прожили, что они осознали друг друга как души и бесконечное счастье уже испытывают в этих отношениях, они в следующей жизни не расстаются, они идут на высшие планеты вместе и там опять вместе живут, и к Богу вместе уже движутся. Они сдали экзамены уже своей кармы, у них нет кармы уже плохой, у них есть только счастье в отношениях и все. Вы спросите, и сексом они могут заниматься тоже, когда хотят, а у них нет такого вопроса, у них нет необходимости, понимаете, у них другие отношения, он ее воспринимает как вот что-то божественный дар такую женщину, а женщина такого мужчину воспринимает как сама воплощенная святость. Им не нужен секс, понимаете, они испытывают такое счастье друг с другом рядом, что им даже стыдно об этом даже подумать. Видите, почему мы занимаемся сексом? вопрос, сколько заниматься сексом? Вопрос конкретный мне, сколько заниматься сексом? Это зависит от вашего духовного развития. Люди не могут не заниматься сексом, энергия вниз идет, вниз идет. Смотрите, что с ней может быть? Энергия пошла вниз. Первый вариант, сексом не занимаешься, она уже прет, там подпирает, энергия внизу подпирает. Сексом не занимаешься, уретрит, простатит, у женщин начинаются всякие заболевания по-женски, энергия прет туда, давит. Поэтому современные гинекологи как считают, они говорят, женщины, надо заниматься сексом обязательно регулярно, иначе у вас все женские органы вылетят в трубу, начнутся проблемы, воспаления. Теперь, вот они не понимают одной вещи, что это женская энергия любви, может подниматься вверх, и никаких воспалений там в женских органах не будет. Теперь с другой стороны, когда женщина постоянно обеспокоена, сколько она занимается сексом, это беспокойство само что делает? Увеличивает энергию вниз, давит больше на половые органы и больше туда давит, больше и больше, воспаление больше и больше, потом рак начинается. Почему? Потому что очень много энергии идет вниз. Теперь вопрос, а сколько надо заниматься сексом, чтобы рака не было? Чем больше занимаешься, тем больше энергии идет вниз, чем больше занимаешься, тем больше энергии идет вниз. Поэтому веды говорят, чем больше подливаешь масло в огонь, тем больше горит костер. Некоторые думают, что маслом можно погасить костер. Вот мы масло льем туда и костер раз и погас. Нет, вы ошибаетесь. Будет гореть сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. Энергии больше идет, больше болезней, больше страданий по-женски. Куда еще эта энергия идет? Она идет в гнев, у женщин в плаксивость, в обидчивость. Чем больше секса, тем больше обидчивости, у мужчин больше гнева. Люди очень сильно начинают страдать, потому что привязанность между ними возрастает, и боль от отношений тоже возрастает. Бесконечно увеличивается, они уже не могут друг с другом рядом жить. Так тяжело становится. Теперь с другой стороны, секс нужен по нескольким причинам. Первая причина. Люди, которые не развили в себе глубокие отношения, допустим, я могу контролировать половую энергию, я, допустим, могу без секса жить, но близкий человек может от меня уйти, он будет мучиться, мучиться, ему это надо, и уходит из семьи. Поэтому ради близкого человека надо понять его уровень развития духовного и давать ему возможность, чтобы энергия любви выходила вот таким образом, зная, что отношения все равно будут портиться от этого, будут похуже отношения, но зато мы вместе. Видите, я вам горькую правду сейчас рассказываю, горькую, не сладкую, но она нужна, ее нужно знать. Сколько людям надо заниматься сексом? Столько, сколько надо. как определить? Жизнь вас заставит. Понимаете, смотрите, сколько надо заниматься сексом. Некоторые занимаются три раза в день, некоторые два раза в день, некоторые раз в день, раз в неделю, некоторые раз в месяц, некоторые два раза в день. Ну, то есть все по-разному, да? И некоторые люди, они занимаются сексом, ну, как на работу ходит человек. Сегодня секс у нас. Всё, ложимся. То есть женское тело выступает как станок, из которого извлекаешь удовольствие уже. На станке работаешь уже. Почему? Потому что секс в данном случае стал обязательством для женщины. Положено заниматься сексом сегодня. Всё. Вот так жить нельзя, это грех. Когда люди должны заниматься сексом, когда они чувствуют, что уже не могут, тогда надо заниматься сексом, когда не можешь уже. Сейчас ещё будет тяжелее слышать информацию, раз вы задали этот вопрос. Вы честные, искренние люди. Слушайте дальше. Веды говорят, что чем больше детей рождается, вот эта энергия секса. Знаете, почему мужчину к женщине сильно влечёт? Эта энергия связана не с нами на самом деле. Эта энергия, она возникает следующим образом. Смотрите, есть души нерождённые в этом мире, которые энергетически похожи на нас. И эти души стоят в очереди, чтобы родиться. И поэтому они вызывают вот это сильное влечение между мужчиной и женщиной. По факту, это влечение вызывают те души, которые не родились. Это для них секс производится. Для них. И их сила заставляет наслаждаться сексом. Понимаете? Это их энергия, этих душ, которые не родились. Мы думаем, что секс для нас предназначен. Нет. Он для них предназначен. И представьте, уже душа попала в сперматозоид. Она уже движется к цели. Она вот-вот уже воплотится. И бац! Она попадает в какое-то препятствие, из которого нет выхода. Она пытается, пытается, а дырки нет. Это называется грех. То есть мы обманули судьбу. Мы те души, которые дали нам силы для секса, обманули. Результат обмана — проклятие. Это душа проклинает этих родителей своих, которые не дали ей возможности воплотиться. Или еще хуже вариант. Вот что хуже? Предохраняться или аборт? Объясняю. Душа уже воплотилась. Она уже живет. Все. Она уже в теле. Все. Она внутри мамы находится. И потом ее берут и вырывают оттуда из жизни. Просто убивают ее зверски. Убивают. И она вылетает оттуда. Теряет свою жизнь. Это уже убийство называется. И убийство не какого-то там дяди Васи за углом, а убийство своего собственного ребенка. У меня был такой случай интересный. Мы пришли к астрологу, очень известному. И одной женщине он посмотрел как бы ей на руку и сказал, а женщине уже в возрасте, ей там уже около 50 лет. И он посмотрел на руку и говорит, у вас пять детей. Объявил ей по судьбе. У вас пять детей. Она говорит, нет, извините, у меня только трое. У меня только двое. И он помрачнел так этот человек и говорит, у вас по судьбе положено пять детей. Очень строго начал ей говорить. Она говорит, у меня только двое. Он говорит, значит, трое умерло. Она говорит, никто не умирал. Он посмотрел на нее внимательно и говорит, значит, вы их убили, этих троих. У вас не может быть такого, что не было этих троих. По судьбе положено. Я ей воткнулась в голову. Она поняла, что она убила троих детей. У нас же это называется как? Аборт. Слово смерть же там нет, в слове аборт. Правильно? Или женщины вообще не говорят аборт. Они говорят, надо очистить матку. Очистить матку надо. Они вообще не говорят, что это убийство. И даже аборт. Просто очистить матку и все. Бывает такое, это вауш уже не ваша проблема. Бывает, что человек болен. У него по карме не положено. Чтобы родился ребенок. Душа попадает туда, такая несчастная тоже, которая отрабатывает свою карму. Веды говорят, если женщина делает аборт или муж ее заставляет делать, тогда в этом случае тот, кто убил ребенка, в следующей жизни он тоже попадает сначала в утробу, а потом вылетает. Получает по судьбе наказание. Если хочешь попробовать, попробуй. Нет проблем. Смотрите, как интересно у нас в жизни происходит. Мы пытаемся грехи завуалировать словами определенными. Как мне одна женщина подошла, говорит, у нас собачка была в доме, потом мы ее усыпили. В смысле усыпили? Как усыпили? Положили спать, что ли? Что усыпили ее? Как? Понимаете, не усыпили собачку, а грохнули. Грохнули собачку просто. Называйте это как хотите. Не аборт, а убийство. Надо честно называть вещи своими именами. Или некоторые люди мне пишут записку. Олег Геннадьевич, мы расстались. Мы расстались означает, что ты бросила мужа. Потому что если бы он тебя бросил, ты бы написала, меня бросили, мы расстались, усыпили, очистили матку. Все это означает, человек не хочет признаться себе в том, что произошло просто и все. Почему? Потому что мы не склонны принимать вообще в жизни, что у нас есть какие-то недостатки. Понимаете? Мы все очень слабые. Мы все очень слабые. Кроме вас. Как поднимать половую энергию вверх? Ее не надо поднимать. Она сама поднимается или опускается с помощью поступков. Некоторые люди поднимают половую энергию вверх или опускают. Они что делают? Вмешиваются в дело, в дела Бога. Сидят. Поднимают ее вверх. Не лезь туда. Это не твое дело. Просто проси прощения. Она будет подниматься. Желаю всем счастья. Она будет подниматься. Прощай. Молись. Думай о святом человеке. Она сама будет подниматься вверх. Половая энергия – это энергия любви. Просто энергия любви. Куда ее направил, туда и пошла. Если решил в интернет голой попу посмотреть, значит, пойдет вниз. Энергия любви. Если начал молиться, пошла вверх. Все зависит от того, куда ты ее хочешь направить. Как правильно стоят отношения? Итак, вопрос был какой. Можно ли предохраняться от секса? Предохраняться не надо. Смотрите, все очень просто. Если начинается ребенок, он оттягивает энергию любви. Мужчина и женщина друг к другу уже остывают. Им не так сильно хочется заниматься сексом. Но если сильно хочется, значит, по судьбе положено два ребенка. Если еще хочется, значит, три. И когда приходит достаточное количество детей, то уже сексом некогда заниматься. Дети занимают полностью, как бы родители, полностью служением себе. У них нет времени и сил на это. Все это регулируется природой. Вот это все нормально. Или духовной жизнью. Люди, когда духовной практикой занимаются, то не обязательно там сексом заниматься. Нет необходимости. Но если у вас здесь желание, значит, зачинайте ребенка следующего. Просто зачинайте. Если не зачинается, надо лечиться. А если у нас, вот мы сексом занимаемся, у нас бесплодие, значит, вам надо поставить планку 7 лет совместной жизни. 7 лет – это тот срок, в котором вы должны понять, или у вас бесплодие, или вы берете ребенка на воспитание. Если прошло 7 лет, не взяли ребенка на воспитание и при этом не зачали, значит, дальше семья начнет разваливаться. Вы начнете остывать друг к другу, у вас появится неприязнь, и почувствуете холод. Друг к другу вам не захочется жить вместе. Исключением составляют те люди, которые живут для общества. Есть такие люди, как Ленин и Крупская, допустим. У них не было детей. Они жили для общества. Они посвятили свою жизнь людям. Поэтому им не надо было по судьбе детей иметь. Есть патриоты, понимаете, люди, которые живут для общества. Им не надо детей иметь. Потому что они всю свою силу отдают внутреннюю людям. Понятна система, да? Да? Не хочет детей мучить. Материально боится. Ну и что? Пускай боится. Вы просто не предохраняйтесь, и все. Вот тебе секс, пожалуйста. Как бы нет проблем. Если он заставляет предохраняться, обманывайте его. Зачинается ребенок. Хочешь, не хочешь, вот получил. Вот смотрите, если я машину делаю, допустим, на заводе, и не хочу, чтобы машина была. Хочешь, не хочешь, машину делаешь, получается машина. Блины печешь, получается блины. Сексом занимаешься, получается ребенок. Все нормально, это естественно. Хорошо. Теперь смотрите, следующий вопрос, который вы не задали, но сейчас зададите. Не может. Не может. Не может. Не может. Зачем. Субтитры создавал DimaTorzok